Тогда вот стояло бы так, весь пол, ламинат, всё, вспучило, всё. Наталья утопает не только в своих слезах. Ещё вчера в дом можно было пройти только в резиновых сапогах. После штормовых выходных в дом хлынула вода. Сейчас от потопа остались только грязные разводы на полу. Только вот ремонт, который должен был прослужить семье пенсионеров ещё несколько лет, тоже смыло. «Проблемы, мы считаем, начались, когда продали новые участки под застройку больших домов. Ливнёвок там нет. Когда начинаются вот такие вот затяжные дожди и ливень, начинают скачивать на Кисловодскую, там тоже топит их. И с Кисловодской она вся рекой, она сюда стекает». Такая же беда нахлынула половину домов посёлка КПЗИС. По словам жителей, участки заливало и раньше. Но потопа таких масштабов у них ещё не было. Фундамент некоторых домов под напором воды буквально поплыл. Отчаянные челябинцы стали просить помощи у администрации. Но их зовы так никто и не услышал. Тогда пришлось прибегнуть к помощи своего земляка. «Пытались дозвониться до МЧС. Нас переключали, постоянно говорили обратиться в администрацию Ленинского района. Мы также туда звонили, обращались. Нас, грубо говоря, везде футболили. И непосредственно я уже обратилась к Гартунгу Валерию Карловичу. Он отозвался». Чтобы помочь жителям посёлка, Валерий Гартунг обратился на ЧКПЗ. Завод прислал две водооткачивающие машины. Насосы работали несколько часов без остановки. И только к сегодняшнему утру уровень воды в домах удалось снизить до приемлемого. «Депутат Государственного дома Валерий Карлович обратился на Кузнечно-Прессовый завод, чтобы оказать помощь жителям. В очередной раз Кузнечно-Прессовый завод показал свою социальную ответственность, потому что это не первый и не последний случай, когда приходят жители, работники которого работают и живут здесь». Сейчас многие дома до сих пор стоят в воде. Жители посёлка уже готовы собственноручно проложить систему водоотведения около своих участков. Помощник Валерия Гартунга пообещал выручить челябинцев.